Скажите, насколько опасна процедура ЛИД? Слышала, что она запрещена во всем мире. Нельзя ли вместо этого принимать митепред? Во-первых, она не запрещена практически ни в одной стране мира. В тех странах, где она не выполняется сейчас, она просто находится в подвешенном состоянии до дополнительных разрешений. Что такое процедура ЛИД и чем она может быть опасна? Лимфоцит иммунотерапии заключается в том, что мы выделяем из крови мужа определенное количество лимфоцитов, то есть это белых кровяных клеток, которые обладают достаточно высокой иммуногенностью. И эти клетки, очищенные, вводим в организм женщины, для того, чтобы обеспечить защиту от невынашивания беременности. Могут ли быть потенциальные риски? Могут быть риски, если вы неправильным образом проводите эту процедуру. Либо если те люди, которые берутся за проведение этой процедуры, не знакомы с теми принципами безопасности, которые должны соблюдаться обязательно. Какие опасности существуют? Первая опасность, которая существует, поскольку мы имеем дело с препаратами крови, это передача инфекции, которая может быть у мужа, жене вместе с этими лимфоцитами. Наиболее опасной является передача гепатитов. Наиболее частой является передача гепатитов, если эту процедуру делать неправильно. Но, может быть, и передача СПИДа. Как мы ставим диагноз гепатита или ВИЧ-инфекции? То есть, мы ставим чаще всего этот диагноз по наличию антител. Когда появляются антитела? Антитела появляются не сразу, а после того, как сформируется иммунный ответ. Если брать вирус ВИЧ, то этот иммунный ответ может сформироваться до полугода. То есть, человек может находиться в острой инфекции. То есть, он может быть заражен опасной для женщины инфекцией. Но антитела никаких у него не будет. Если он сдаст анализ, то этот анализ может быть хорошим. Для того, чтобы исключить инфицирование пациентки лимфоцитами, которые она получает от мужа, очень важен так называемый карантинный период. То есть, мы его свято соблюдаем. То есть, муж пациентки сдает кровь. Мы выделяем из него лимфоциты из этой крови. И эти лимфоциты вводим только тогда, когда человек сдал через полгода контрольные анализы. И если в контрольных анализах, сданных через полгода, отсутствуют признаки какой-либо инфекции, на которую мы проверяем, только тогда мы можем использовать эти лимфоциты для иммунизации жены. Таким образом, лимфоциты, сданные полгода назад, становятся безопасными. Потому что мы точно знаем, что если бы они были взяты в инкубационный период инфекции, мы тогда получили бы уже положительный анализ через полгода, когда человек сдает анализ. Вот почему важен, когда мы делаем эту процедуру у себя, очень важно исключить риски, которые связаны с инфицированием. То есть, это исключается таким образом, что мы используем вот этот карантинный период. То есть, инфицирование исключается с помощью карантинного периода. Дальше. Что еще может быть? Потенциально. Потенциально может быть иммунизация тромбоцитами. Дело в том, что в крови, которую сдает человек, присутствуют разные виды кровяных клеток. Самыми маленькими клетками являются тромбоциты. Поэтому, когда идет первичная сепарация одних элементов в крови и других элементов крови, то в материал после сепарации могут попасть тромбоциты. Если примесь тромбоцитов мужа будет присутствовать в препарате, который вводится жене, то тогда может произойти иммунизация тромбоцитами. И у женщины может развиться аутоиммунная тромбоцитопения. То есть, это состояние, похоже, как бывает при переливании разногрупповой крови, но только на уровне тромбоцитов. Потому что тромбоциты в своей группе крови, они свои. Поэтому очень важно, чтобы препарат, который используется для иммунизации женщины, на сто процентов был очищен от тромбоцитов. Как это достигается? Вот я просто говорю про то, что делаем мы. То есть, муж сдает кровь, и она попадает в полностью закрытую систему. Внутри закрытой системы происходит центрифугирование. То есть, специальные такие мешки. После центрифугирования происходит разделение на эритроциты, которые опускаются, и такой поверхностный белесый такой слой, он называется баффискин. Баффискин – это буйволовая кожа. Это как раз тот слой, где имеются белые кровяные клетки и тромбоциты. Мы отделяем вот этот слой, который называется баффискин. То есть, это взвесь лимфоцитов и небольшой примеси других лейкоцитов и тромбоцитов, используемых для дальнейшей очистки и дальнейшей обработки. Вся красная кровь уничтожается, она нам не нужна. Нам нужны только лимфоциты. И вот это очень значимо, понимаете, что на следующем этапе происходит тонкая отмывка вот этой взвеси, которая получена от белых кровяных клеток от тромбоцитов. Тромбоциты отмываются на сто процентов, потому что здесь уже идет центрифугирование на других скоростях, которые сепарируют вот эти белые кровяные клетки от тромбоцитов. И на выходе мы имеем смесь, полностью отделенную от тромбоцитов. То есть, там будут лейкоциты, на 90 процентов состоящие из лимфоцитов. Небольшое количество гранулоцитов там может, просто их невозможно сепарировать вот таким способом друг от друга. Там будут отсутствовать тромбоциты, и там будут присутствовать единичные эритроциты, которые незначимы для… То есть, на весь препарат будут присутствовать единичные эритроциты. Полностью отделить от эритроцитов невозможно. Это полностью исключает какую-либо иммунизацию по эритроцитам или по тромбоцитам. То есть, вот, понимаете, да, то есть, вот второй этап очень важный, и это уже касается технологичности самого процесса. Мы отделяем, мы отделяем вот эту звезь лейкоцитарную от тромбоцитов. То есть, это вот ключевой является ключевым моментом. И, таким образом, мы исключаем иммунизацию тромбоцитами. Следующая потенциальная опасность, которая может быть, когда мы вводим большую дозу лимфоцитов в организм матери – это реакция трансплантат против хозяина. Потому что мы вводим иммунные клетки, и, если мы вводим большое количество живых клеток, эти иммунные клетки могут начать, собственно говоря, жить своей собственной жизнью, и, каким-то образом, участвовать в атаках, направленных на организм женщины. Это исключается тем, что мы, когда, перед тем, как мы вводим дозу, уже готовую для иммунизации, мы их облучаем мягкой дозой ультрафиолета, просто для того, чтобы прекратить жизнедеятельность большей части клеток. И, таким образом, сохраняя все свои иммуногенные свойства, эти клетки становятся нечувствительными к иммунной атаке. Они выступают только как мишень для иммунной атаки женщины, и защититься они не могут. И вот, если проводить процедуру лимфоцит-иммунотерапии, по той методике, которую делаем мы, абсолютно исключены все три опасности. То есть, исключена опасность инфицирования, исключена опасность иммунизации тромбоцитами в случае несовпадения по угруппам крови тромбоцитов, и исключена реакция трансплантат против хозяина. И вот у нас эта методика используется уже больше двадцати лет, уже почти двадцать пять лет, и не было ни одного осложнения, ни по одному из этих трех составляющих. И для того, чтобы еще больше уменьшить риск осложнений, мы это делаем по методике основоположника всей этой методики подсадки кожного лоскута и иммунизации лимфоцитов-иммунотерапии. Это наш очень крупный иммунолог Валентин Иванович Гавала, который был нашим первым консультантом, когда мы только-только создавали наш центр в девяносто шестом году. И когда мы разговаривали с Валентином Ивановичем, он сказал, я спрашиваю, Валентин Иванович, сколько лимфоцитов нужно вводить? Он говорит, 200-250 миллионов. Сколько раз? Он показывает один палец и говорит, one. Один раз нужно вводить, чтобы там была доза 200-250 миллионов. И он, собственно говоря, эту методику запатентовал. Эта методика описана, можно ее взять и прочитать в патентной библиотеке. Но мы, конечно, используем эту методику модифицированной, потому что там описывается та методика выделения лимфоцитов, которая используется в иммунологии, то есть отстаивание, центрифугирование и так далее, и так далее. То есть мы работаем по той методике, которую очищаем эту кровь и выделяем, по той методике, которая используется в современной трансфузиологии. То есть мы сепарируем это все в закрытых системах, на разных скоростях. Отделяем вначале эритроциты, потом отделяем тромбоциты. И таким образом эта методика, если сделать ее правильно с соблюдением всех правил, она абсолютно безопасна. Мы не видели ни одного осложнения у наших пациенток на протяжении больше, чем 20 лет. Поэтому, в принципе, я не могу отвечать за другие клиники, я не могу отвечать за другие центры, потому что сейчас вот приезжают пациентки из Белоруссии, которым делали иммунизации. Я смотрю протоколы, протоколы вроде бы хорошие, интересные. По количеству клеток, которые делались, тоже вроде смотрю хорошие. То есть я так понимаю, что они воспроизвели во многом нашу методику, и тогда, в общем-то, это все, скорее всего, безопасно, но просто я могу отвечать только за наши клиники. То есть, если иммунизация делается нами, в наших руках, то ни разу за все это время не было никаких осложнений. Поэтому, в общем-то, здесь я считаю, что эта методика абсолютно безопасная. Во всех странах нет, если вы посмотрите последние статьи, которые шли по… Я просто не был готов к этому вопросу, чтобы… Но у нас есть специальная лекция по… Да нет, вроде бы мелькнула она сейчас, одну секунду я сейчас покажу вам. Пожалуйста, вот статья 2018 года, то есть вышла в февральском или мартовском номере одного из западных журналов. Бразильская статья, если вы понимаете, что такое Бразилия сейчас, это мощнейшая страна, то есть лидер, такая богатая очень страна, одна из вот этих стран, которые получили обозначение BRIC, да, Бразилия. То есть, они активно делают, в Китае все это активно делается, в Японии делается, в Корее делается. То есть, проблемы возникают у тех пациенток, которые живут в Соединенных Штатах Америки, которые вынуждены летать на Багамские острова, где можно это сделать. На Багамских островах можно сделать все, если считать часами лета, что два часа лета прилетел на Багамские острова, тебе укололи и улетел оттуда. Потому что ездят в страны Латинской Америки, по-моему, в Мексику, где можно все это сделать, потому что там это не запрещено. Из Европы едут к нам, едут в Венгерскую республику, где тоже, поскольку там, в общем-то, руководитель международной организации иммунологии и репродукции, профессор Юлия Секереш Барта живет там. Там ее авторитет настолько велик, что там можно сделать Венгрию. В Польше делают Познане, по крайней мере, точно. Вот. Так вот очень многие из западных стран приезжают к нам, потому что, в общем-то, получается, если ты не можешь это сделать, то если там невозможно сделать, это можно сделать у нас. Потому что я говорю, что мы абсолютно уверены в безопасности этой методики. Потому что там, если соблюсти все эти факторы, то это абсолютно безопасная методика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова